Всем привет! С вами Артём, канал Дубстейлз, на котором вышло самое ненавистное видео за всю его годовую историю. 200 дизлайков, это мой личный рекорд. Поздравляю! Многие из вас не поняли то, что это всё просто завязка к одной большой истории. Ну вы знаете, сначала герои расходятся, не могут преодолеть жизненные обстоятельства. Он уезжает туда, она уезжает туда, но любовь должна свести их вместе. И они, преодолевая все препятствия, должны вновь встретиться. Вот какую историю я хотел вам рассказать, точнее, какую историю я представил у себя в голове. Точнее, теорию, которую я создал у себя в голове. Теория эта основывается на том, что герои растут, и они же не всегда будут школьники, которым 14 лет, как было сказано во втором сезоне. Кстати, примерно 200 комментариев под видео посвящено тому, какой именно возраст у героев. Вы можете написать прямо сейчас, знали вы, что им 14 или нет. Кстати, во всех комиксах, которые выходят на канале, им 18 лет. Строго. Радует все-таки, что лайков под прошлым видео больше, чем дизлайков. То есть вы меня любите больше, чем ненавидите. За это спасибо. Это можно отметить свеженьким лосиком под это видео. И подписочкой с колокольчиком. Обязательно. Переходим к сути видео. Сегодня я подумал, к чему авторы вводят новых героев. В частности, таких как Кагами. И вот какая идея пришла мне в голову. Может быть, ее кто-то уже озвучивал. На оригинальность я не претендую. Просто мне кажется, это было бы интересным. Кагами тоже может стать героем. Но героем не с талисманом, магической силой. То есть там какой-нибудь там черепахой, павлином, ну вот эти все дела. Нет. Только не это. Она будет гражданским героем. Просто мстителем в маске. Как Кейси Джонс в черепашках ниндзя. Ну, вы видели, да? Она также будет там бегать по городу с Леди Баг и Супер Котом. Лупить злодеев там своей палкой или еще какое оружие ей дадут. И будет помогать нашим героям. Подружиться с ними. В течение сезона Кагами будет все сильнее и сильнее влюбляться в Адриана. Так как сама по себе она девушка смелая и напористая. Она прямо скажет Адриану все, что она чувствует. Естественно, наш Адриан скажет, дорогая, прости, дело не в тебе, дело во мне, есть другая. Кагами, конечно, очень расстроится, Адриану будет очень неудобно, но в итоге все как будто бы забудется. И будет хорошо, если бы не одно но. Точнее, один но. По имени Бражник. Который прекрасно будет знать, кто такой Кот Нуар. В течение сезона он выяснит личность Кагами, которая, напомню, будет помогать нашим героям. То, что Кот Нуар любит Леди Баг, это далеко не тайна. Бражнику останется только сказать Кагами, что Адриан это кот. А дальше она все сделает сама. Поймет то, что Адриан любит Леди Баг, поймет то, что он отказал ей из-за нее. Очень сильно разозлится, начнет ревновать. И в итоге мы получим злодея, который знает личность Кота Нуара. Знает все слабые места наших героев. Потому что за сезон побывает с ними ни в одной заварушке. Которая явно будет иметь какие-то свои каналы связи с Леди Баг и Котом Нуаром. И которая сможет заманить их в ловушку. Я бы с удовольствием посмотрел бы на все это дело и то, как они с ним будут разбираться и разберутся ли. Ставьте лайк, если тоже хотите это увидеть. И вообще ставьте лайк, если хотите, чтобы я продолжал записывать такие видео. Давайте наберем целых 3000 лайков. Для меня это будет очень приятно. Заходите на Леди Блог, там продолжение комикса «Пятна». Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите. До встречи.